Привет! Не могу с вами не поделиться новыми перлами от новоизбранных слуг народа. И ладно, они там ублажают себя в Верховной Раде, нюхают кокс, этим разве уже кого-то удивишь, да? Ладно, они не знают имя премьер-министра нового, которого они 10 минут избрали, но когда они пропагандируют целенаправленно невежество, вот для меня это красная линия. И от этого у меня лично подгорает. Міністр Милованов, их не те, что не читает, он топит за то, чтобы книгу в руки не брать. Цей текст для тех, кто книжки не читает. Я один из вас. Я науковец. Я постоянно учаюсь. Я створюю новые науковые статьи и учебные курсы. Вот знакомьтесь, это министр экономического развития Тимофей Милованов. У меня к нему сразу вопрос. Тимофей, а как можно писать научные статьи, научные работы, до этого не изучив, не выштудировав и не прочитав огромного количества научных книг? Ну как это можно сделать, а? Об этом я еще не подумал. Я развиваю бизнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю и іншим не раджу. Классная моя страна. Правильно, Тимофей. Я тоже так считаю. Вот зачем рабу крепостному читать книги? Ну это ему совершенно не нужно. Потому что у него будут всякие разные мысли, которые будут его смущать. И он будет не более эффективно работать. Ну теперь понятно, Тимофей, зачем вас поставили на эту должность. А хотите я вам покажу, какие образовательные курсы делает вот этот персонаж? Да, если вы знаете, если на вас написали донос, вы проиграли. То есть вы должны быть лучше, вы должны быстрее написать донос на вашего сопротивника, оппонента. То есть суть не в том, что лично вы сделали. А в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете того человека первым. Серьезный ученый. Видите, какие у него образовательные курсы по стукачеству? Ну это еще цветочки. А теперь внимание, министр экономического развития о своей компетенции в экономической отрасли. Это экономические, абстрактные применения. И я особо не понимал ничего в экономике, и наверное ничего не продолжаю не очень понимать. Но позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Еще этот ученый дальше прибавляет, что не нужно книжек читать. В кино ходите, сериальчики смотрите, в рестораны ходите обязательно. Владимир Александрович Зеленский, кого вы понабирали? Все мои знакомые, и я лично, мы просто в ужасе от вашей команды. Я не знаю, что будет дальше, но вот эти ребята, если они продолжат делать то, что они делают, они вам просто в ноль зашквалят рейтинг. Пока! И меня никогда не интересовала особо Украина. Меня интересовали, там, я не знаю, парусный спорт, меня интересовала сальса, например. Но меня не интересовала никогда Украина, реформы, политика, экономика. Картина маслом. 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 Продолжение следует...